Всем привет! Это Ольга Швецкая. Добро пожаловать на мой канал. Так странно, фотоаппарат смотрит куда-то туда. Всем привет! Это Ольга Швецкая. Добро пожаловать на мой канал. У нас в разгаре лета, хотя в Якутии вчера выпал снег. Погуглите и вы в этом убедитесь. Ну, в тех районах. Может быть на пересечении каких-то регионов, но вчера сжахнули сугробы. Ну, у нас пока ничего не предвещает беды, но погода оттуда идёт дня три. У меня сюрприз. Упс! А это элементарный пример того, как всего-навсего оправа и правильно подобранная помада могут резко освежить ваш образ. Ох, я даже не знаю, с чего начать. Но у меня в руках два продукта от черного жемчуга. Казалось бы, бюджетный бренд. Казалось бы, что от него ждать. Потому что там что один в пределах 100 рублей, что второй почти то же самое. И казалось бы, всё нормально, либо не всё нормально. Но дело в том, что это продукты, которые, если бы их можно было расположить на полюсах земли, то один из них оказался бы на одном полюсе, а другой на другом. Почему? Потому что вот это средство, да, вы видите, как я активно его использую. Я вообще в 35, наверное, лет полностью отказалась от СЛС. Но я опять же не призываю девочек пользоваться СЛС. Боже мой, зряпанные очки. Так вот, я не призываю девчонок пользоваться СЛС там настоятельно. Но у нас бывают такие моменты, когда нам нужно, нужно хорошо, просто нормально умыться. И вот это средство, оно решает все проблемы. Сначала у меня были о нём не очень хорошие впечатления, потому что я попробовала сочетать его с машинкой для умывания от Невея. И тогда он сработал не очень. Почему нельзя сочетать машинку для умывания Невея со скрабами или там с чем-то таком действительно хорошо очищающим? Потому что она вбивает эти средства глубоко в кожу. Также скрабирующие частички она туда вбивает. И она вбивает туда мыльные компоненты, что нам совершенно не нужно. А вот просто нанести на руки, просто вот так вот распределить по лицу и тут же просто раз-раз и умыть. То есть не надо натирать себя 3 года, не надо там взбивать пену, которая будет доставать до потолка. Вот просто именно вот так, как я сказала. То есть на ручки, на сухие, на сухое лицо, пусть даже с небольшим мейком, то есть не с контурингом, а с небольшим макияжем. И всё, всё отлично. Глаза тереть этим не советую, потому что для этого есть другие средства. А вот именно кожа, шеи, декольте, тогда, когда требуется экстренное быстрое очищение, этот продукт работает на отлично. Вот я... И на счёт этого продукта я подписываюсь под каждым своим словом. Запомните, как выглядит этот крем. Я ещё поставлю обязательно в видео фотографию, что они сделали для того, чтобы обмануть нас всех. Они уже у него поменяли упаковку. Дело в том, что я, как любой блогер, который должен нести людям пользу, а не впаривать им дорогое, неизвестное, не нужно. Вижу такой классный бюджетный крем. Я его наношу, естественно, на руку. Ну, я уломала продавца. Говорю, дайте посвочите, я куплю, всё в порядке. Я куплю, ну, надо хоть понюхать там, не знаю, не будет ли видна кость через 5 минут. И вот, понимаете, всё хорошо. Вот он поблёскивает, вот он такой. Я вообще, прежде чем, ну, вот вы видите, да, то есть всё прекрасно. Стойте, не надо бежать за ним. Сейчас я расскажу, что будет дальше. Я проэкспериментировала с ним как угодно. Я вчера даже позвала соседку Яну для того, чтобы понять, может быть, это только у меня такое впечатление, что здесь что-то не то. Ко мне пришла в гости моя соседка Яна, которой 27 лет, у которой кожа как персик. Я говорю, Яна, прежде чем распять бренд, мне нужно хотя бы одно мнение постороннего человека. То есть не только моё, но и хотя бы кто-то. Будь добра, пожалуйста, нанеси это. Она, значит, это всё наносит благополучно. И пока наносит, говорит, ну, как бы это больше даже не биби, там, там, никакого тона. Это, говорит, больше как основа. Бла-бла-бла. Ну, я так нанесла, он слился, чуть-чуть выровняла лицо. И, казалось бы, всё, вот, всё. Но что в моём случае с возрастной кожей? Что в её случае? Хотя здесь обещают ровный красивый тон, естественный цвет лица скрывать несовершенство. Тут я уже бы это немножко засомневалась. Глубокое увлажнение надолго. Антивозрастной комплекс. Улучшает состояние кожи, ухаживает как крем, лёгкая текстура. Из всего этого здесь, пожалуй, будет только лёгкая текстура. Соответствует действительности. Значит, в моём случае, вот он, вот он всё, он продолжает лежать на руке. Всё хорошо. Всё вообще хорошо. На руке он так себя ведёт, но не на лице. Значит, базу под него нельзя. Если сбрызнуть лицо термалкой, всё, до свидания, оно побежит, потечёт. Если к накрашенному лицу прикоснуться пальцами, вот этот тон, приклеившись к пальцам, вот так вместе с рукой уйдёт. Понимаете? То есть вы его наносите, вы должны наносить его просто на ровную кожу. А он уже дальше думает, что он будет делать. Он может забежать в морщинки и подчеркнуть их. Он может убежать за рукой, которую вы случайно прикоснулись к своему лицу. Я думаю, ну ладно, раз такая печаль, намажу-ка, я, значит, всё это на шею и декольте. Но раз не идёт на лицо. Я, значит, ношу его на шею и декольте. И в течение одного дня у меня на коже вылазит такое количество морщин, каких-то ям, неровностей, покраснений, что просто я такая думаю, боже, мне всё, наверное, резко сдала. Я его убираю. Начинаю пользоваться тем, чем обычно. И у меня всё опять хорошо. И, естественно, я позвала Яну. Что было дальше? Значит, я нанесла, сказала, что всё хорошо, что вот он выравнивает вроде как слегка-слегка, подсвечивает, всё хорошо. Я говорю, подожди, подожди. Теперь попробую потрогать, значит. Она трогает, у неё тут же образуется, ну, как бы вот крем уходит с рукой, и на этих местах образуются пятна. Ну, то есть её настоящая кожа. Сидим дальше, общаемся. Я показываю, что на руке он у меня вот уже начинает подчеркивать морщины, которых, ну, которые как бы и есть, но почему-то, когда его наносишь, такое ощущение, что они становятся глубже, что они становятся как-то более-таки подчеркнутые, как будто бы пересыхает там всё между ними. И вот эта вот сама морщинка, она так углубляется. Представляете, какая классная штука? Вот. И мы сидим такие ла-ла-ла, бла-бла-бла, значит. Я там показываю ароматы или же там какие-то новинки, что хорошего, что плохого. И вдруг я она такая, говорит, срочно смывать. Я говорю, что такое? Она говорит, лицо стягивает и начинает сжечь. Я быстрее. Конечно, нужно было хватать камеру и снимать. Но я вам серьёзно говорю, не верите, проверьте. Просто купите 100 рублей и деньги. Но летом это работать не будет. Ну, может быть, они изобрели... Вот, знаете, было бы нормально так написать крем для рук, для блогеров, для съёмки в течение двух-трёх минут. То есть вот в течение двух-трёх минут всё более-менее. А потом начинается печаль. Что с лицом, что с шеей, что с декольте. И я уже, конечно же, предупредила всех, кого могла. Я предлагаю девочке хэштег, который будет называться Beauty Opposition. Потому что если 10 лет назад сидящая на Ютубе девочка была просто сидящая на Ютубе девочка, и она говорила, флормар, клёво там. Девчонки, обратите внимание, я пользуюсь тут как бы и маком, и флормар. И там, кто-то говорил, я-я, там крашусь с карандашом Руби Роуз. И мы им верили, потому что мы сами пользовались тем же самым почти. Но дело в том, что сейчас времена изменились. И не надо уже безоговорочно верить каждому блогеру. Нужно научиться, вот просто, если вы зритель, потому что в основном под видео под моими пишут блогеры, они понимают прекрасно, о чём я говорю. А если вы просто зритель, без подписчиков, у вас нет ещё фотографий там на аватарке, и, конечно же, нет подписчиков, вы просто проходили мимо и нажали кнопку подписаться, вам нужно научиться определять, где коммерческие каналы, а где некоммерческие. То есть, если на канале, по-моему, там, ну, раньше это было от 5000 подписчиков, сейчас я думаю, что это от 10 и больше. И у девочки в основном тематика бьюти, 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 и в основном мои покупки люкса, там, бла-бла-бла, всё из этой серии. И если на её канале вы не встречаете, вот она делает, там, полчасовой обзор, и ей всё нравится, и не нравится только какая-то, там, я не знаю, вот просто она делает, да, она реально показывает за обзор, там, я не знаю, от 10, там, до и больше, там, и мне вот как-то не очень понравились эти ватные диски. А так вообще всё вкусно, хорошо, и на мне прекрасно работает. Только почему-то через год работы в таком формате девочка, там, ездит делать пластику, потому что, ну, кожа повисла. Она вот у меня, конечно же, тоже подвисает, ну, потому что я немножко расслабилась. Но это страшно, потому что мне-то, как бы, скоро 50, а девочки-то, как бы, ещё, не знаю, 35-то есть, нету. И научитесь выщёлкивать, научитесь выщёлкивать каналы сами, вот, эмоционально, где вам впаривают, а где вам не впаривают. Где вам впаривают и говорят, покупайте, девчонки, пробуйте, пробуйте, пробуйте. И где вам говорят, девочки, не тратите свои деньги. Бюджетка, да, но я могу сказать, я могу привести вам в пример, я не знаю, 15, 20, 30 средств аналогичных вот такого ценового сегмента, которые работают в разы лучше, в разы лучше. Но об этом вы узнаете в будущих видео. Всем всего хорошего, пока, подписывайтесь на мой канал. Это Ольга Швец. Я немножко простыла, скоро расскажу, как я победила на смысл.